Ловкость рук и сила удара – то, что необходимо тренировать игроку в бандминтон. Валан развивает скорость около трех сотен километров в час, поэтому этот вид спорта считают самым быстрым в мире. Продемонстрировать свое мастерство смогли российские спортсмены на турнире в Химках. Здесь провели сразу два спортивных мероприятия. Помимо профессиональных ресталищ состоялись соревнования среди любителей. Новички попробовали свои силы рядом с мастерами спорта. Соревнования проходят в разных группах А, Б, С, Д и группа Ф. То есть группа А наиболее приближена к профессионалам, группа Б – это уровень примерно второй-третий разряд, группа С – это, скажем так, все крепкие любители, и группа Ф – это, ну, далее, если посмотреть, группа Ф, мы ее так называем first timers, то есть это человек вчера взял в руку ракетку, пожалуйста, приходи завтра, твой first time, первый старт. Для Михаила Бакланова этот старт далеко не первый, хотя профессиональным бадминтоном он никогда не занимался. Впервые мужчина взял ракетку в руки в 46 лет, когда пожилой коллега предложил сразиться на корте. Михаил согласился и потерпел поражение, проигрывал еще полгода, но этот спорт затянул настолько, что чуть позже Михаил создал и возглавил любительскую ассоциацию бадминтона. Теперь проводит все выходные с ракеткой, говорит, занятия спортом отлично влияют на самочувствие и даже настроение. Ты не можешь играть и думать о чем-то, то есть после тренировки, после игры, ты выходишь абсолютно, как бы, не думая о том, с чем ты пришел в зал. То есть это действительно полностью вытесняет все там другие дела. А вот Анастасия Шаповалова с бадминтоном познакомилась намного раньше. Студентка первого курса занимается им уже 8 лет. Сейчас чемпионка России и призер первенства Европы. Свою будущую жизнь связывает только с профессиональным спортом. Когда-то занималась баскетболом и плаванием, но в бадминтоне, как и Михаил, больше всего ценят динамичность и необходимость мгновенного принятия решений. Нужно думать, куда сыграть, потому что если ты примешь неправильное решение, тебя поставят в неудобную ситуацию и тебе будет тяжело с этим справиться. Должен игрок приезжать в концентрацию обязательно. Потому что если ты реагируешь в концентрацию, то вся игра может пойти вообще не в другую сторону. В турнире приняли участие почти 500 спортсменов. Каждому есть чему поучиться друг у друга. Новички перенимают мастерство, опытные игроки заряжаются эмоциями. В этом отмечают организаторы главной особенность соревнований в центре ракеточных видов спорта «Спейс». Открытый совсем недавно, он принимает под одной крышей самых разных игроков, объединенных интересом и любовью к спорту.